Инна Михайловна Родионова возглавила централизованную библиотечную систему в 80-е годы 20-го столетия. На тот момент в ней числилось 40 филиалов по всему Ленинскому району, а время было всеобщего перехода к рыночным отношениям. И задачей директора было сохранить очаги культуры и просвещения. Ведь не секрет, многие закрывались. Я доказывала, что библиотеки нужны. И когда приходила к руководителю, который отвечал за свою библиотеку, я приходила и говорила, прошу меня принять, выслушать и лучше по-хорошему. За 14 лет работы в Ленинском районе, благодаря таланту руководителя, Родионова библиотечную систему района по результатам социалистического соревнования вывела с последнего на второе место. Как руководитель деловая, была сама дисциплинированная, требовала с нас этой дисциплины. Но в то же время была очень чуткая, очень доброжелательная. Поскольку мы тогда все были молодые и как бы не понимали вот этой вот всей ответственности, она нас и воспитывала, и как бы вот по-матерински опекала, и советовала, как одеться, куда сходить, как дома себя вести. То есть она была нам и руководителем, и второй мамой. Вот это постоянное «прорвемся», это мы от нее услышали все время, когда уже она и ушла. «Прорвемся», а прорваться нам приходилось. И сейчас бы нам это «прорвемся» надо было сказать. Трудно сейчас, трудно. Трудно сейчас и самой Инне Михайловне. Тяжело заболела. Но рядом муж Родионов Николай Михайлович. Они познакомились и поженились в далеком 57-м году. С тех пор всегда вместе и в радости, и в горе. Оба всей душой были преданы каждой своему делу. А сейчас Николай Михайлович в свои 80 лет еще и общественник. Он возглавляет Ленинскую организацию бывших малолетних узников фашистских концлагерей. На себе испытав еще ребенком ужасы за стенок, он просто не может молчать. Это и цель наша – работа с молодежью. Молодежь рассказать, что такое фашизм. Чтобы они знали, чтобы не допустить впредь больше этой никогда такой катастрофы мировой. Супруги имеют награды, многое сделав для развития района. Но главное, они не растеряли чувства, пронеся их через годы, по-прежнему влюблены в друг друга. Людмила Медведева, Владимир Андреянов, Владимир Бижонов. Видное ТВ. Когда он?」 – он был молодежью. Полетellевка turns 2,4-0